Давно хотелось попробовать какой-нибудь интересный стиль, поэтому решил взять что-то около анимешны. Получилась такая вот какашка. Выглядит она, мягко говоря, плоховато, но это и не важно. Нам интересна техническая сторона. Смотреть, как это делают другие, само собой не стал. Я знал только то, что анимешных девок создают путем полигонального моделирования. И это очень здорово. Хотелось пощупать блендер за его сочные инструменты полимоделирования. А значит, что можно убрать планшет, который занимает полстала. Поэтому всю работу я делал мышкой. Также из пайплайна выпадает один из моих нелюбимых этапов – ретопология. В общем, одни плюсы. Так как я не подготовил референсы и пошел с нулевыми знаниями об этом стиле, то моя первая попытка завершилась провалом. Осознав свои ошибки, я ничего не изменил и приступил ко второй попытке. За время первой попытки мои навыки моделирования сильно выросли. Моделирование шло хорошо, но был неприятный нюанс. Я использовал как режим полимоделинга, так и лепки. И зачастую путал режимы. А если в Object Mode нажать цифру, то некоторые коллекции скрываются. И это очень бесячая штука. Благо, легко отключается. Несмотря на это, вторая попытка увенчалась еще одним провалом. Чего и следовало ожидать. Вторая попытка могла закончиться успешно, но меня смущал тот факт, что времени уходит много, а на выходе у меня будет всего лишь лоу поле, с которой даже Ambient Occlusion нормально не запечь. Поэтому и я стал обдумывать другие варианты создания. Не пугайтесь, все неудачные опытные образцы уничтожались на месте. Можете спать спокойно. При классическом способе создания делается блок-аут. Затем прорабатываются детали и заканчивается все ретопологией. Самый затратный по времени этап это проработка деталей. Поэтому я просто выкинул его из пайплайна. Может я немножко исчетерил, делая лепку, а не полимоделинг. Но я не ставил перед собой цель сделать работу полимоделингом. Моя цель на этом этапе заключалась в том, чтобы найти оптимальный способ создания примитивной лоу поле модели, с которой можно было бы уже как-то работать. Этап завершился без каких-либо проблем и можно было переходить к ретопологии. Ретопология входит в топ 3 моих нелюбимых этапа и занимает второе место. Так как я довольно ленивый, то делать ретопологию полностью вручную мне было влом. А если полагаться на авторитоп, то возни будет еще больше. И раз я прокачал ветку полигонального моделирования до первого уровня, то для меня разблокировались некоторые приемы. Теперь можно собирать лоу поле из примитивов и затем накидывать шеринг в рап. Это экономит довольно много времени. Затем это все объединяется с инструментами лепки для расслабления сетки. И лоу поле готово. Как делать волосы у меня не было ни малейшего понятия. Я всегда делал волосы плашками. Поэтому не стал выпендриваться и просто сделал волосы плашками. Очень много времени было потрачено на косичку. Попыток 10, а может и больше я потратил на создание косички. И в итоге пошел смотреть видосики на ютуб. Их варианты мне не подошли, поэтому пришлось ковыряться до победного. Когда хотел изогнуть косичку, словил out of memory. Это очень интересная ошибка, так как у меня 64 гигабайта оперативной памяти без файла подкачки. И я не думал, что когда-нибудь вообще увижу подобную ошибку. А сделал в итоге через кости. С волосами было много рутины, проще было сделать через кривые. Платье и остальную одежду создавал с толщиной. И почти не удалял геометрию в невидимых местах. По задумке капюшон должен опускаться и создавать что-то типа маски. Большие капюшоны я люблю. Они выглядят круто и спереди, и сзади. Навтыкал кучу одинаковых бантов и все, меш готов. В целом полимоделинг в блендер мне понравился. В мае тоже было приятно работать. Но выполняя экструд или бевел был шанс словить краш. В блендер же у меня не было ни одного краша. Я уже даже забыл про их существование. Однако у блендер есть Ctrl Z. Он никуда не делся и по-прежнему хулиганит. Хочется использовать как можно меньше аддонов и желательные стандартные библиотеки. Потому что при переходе на новую версию их приходится ставить заново. Снес все аддоны по UV и попробовал развернуть сам. Но потом начались флешбеки и я передумал. Нет стандартной возможности быстро вытянуть плашки. Такая функция есть, но придется каждую плашку выравнивать вручную. В общем UV Toolkit я все-таки поставил. Попробовал еще Magic UV из стандартной библиотеки аддонов, но магии не случилось. Инструмент работает очень своеобразно. Аверлапы мне были не нужны. Поэтому возможности стандартного упаковщика было вполне достаточно. Упаковывает он нормально, но лучше все равно использовать UV Packmaster. В этот раз у меня был большой выбор из инструментов для текстурирования. И я решил взять то, с чем уже знаком. Поэтому выбрал Blender. Текстурирование в Blender вызывает у меня некую зависимость. У меня оставался блок-аут. Это значит, что я могу запечь свою любимую карту Ambient Occlusion. Нормалку запекать смысла нет, так как нет детализации. У меня уже есть некоторый опыт текстурирования в Blender. И я решил упростить этот процесс до максимума. И делать только то, в чем Blender может себя проявить. Поэтому я просто делал заливку. Правда она не всегда заливает полностью и иногда оставляет незакрашенные точки. Потом добавил немного хендпейнта и смешал с AO. В этот раз не вторитил ни одной сложности. Возможно потому, что я уже понимал, на что можно рассчитывать при текстурировании в Blender. И мы с моим стулом были к этому готовы. На момент начала рига я забыл, как устроены кости в Blender. И у меня получалось по 4 фаланги на 1 палец. В любом случае, риг уже пройденный этап и останавливаться на нем нет смысла. Скининг тоже уже пройденный этап, но в этот раз он меня очень удивил. У меня сломался хоткей быстрого выбора костей. Писали, что он поменялся на Ctrl, Shift, LKM. Но у меня эта комбинация не работает. Я перепробовал все возможные варианты с Alt, Shift, Ctrl и LKM и PKM. Вообще ничего не работает. Пришлось выбирать вручную через Vertex Group. Тут нельзя выделить несколько записей, чтобы разом их удалить. Приходится играть с замочками, чтобы массово удалять влияние костей. Вообще есть менюшка сверху. Но попробовав ее хоть раз, вы уже не захотите в нее возвращаться. Скорее всего мне просто попался паленый Blender. Не могут же разработчики менять хоткей каждую версию. Сейчас нужно переустанавливать Blender и снова накатывать все аддоны. Этот чертов капюшон я скинул раз в шесть. Постоянно были какие-то проблемы. В один момент меш просто перестал сушиться костей. Вот я делал нормализацию и ничего не происходит. Хотя тут красное влияние. Скининг занимает почетное первое место в списке самых нелюбимых этапов. С горем пополам как-то закончил этот этап. Сейчас жалею, что не попробовал заригать в движке. В нем есть такая возможность. Но ничего, в следующих проектах попробуем. Вот она финишная прямая. Остается только запечь текстуры. Мне нужна только текстура цвета. И перенести модель в движок. Чтобы не потерять интенсивность цветов, надо запекать не цвет, а эмиссию. И все, текстуры готовы. Если бы я работал в мае, то уже бы расслабил булки. Но мы работаем в Blender. И у нас остался экспорт. В прошлом видео я совершил очень неприятную ошибку из-за своей невнимательности. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И да, я неправильно назвал скелетал мэш. Каюсь. Что же касается экспорта, то я нашел, как изменить единицу измерения в Blender. Оказывается, достаточно было просто посмотреть чуть ниже, чем юнит скейл. Будем считать, что это все из-за большого носа. Для теста возьмем этот несчастный куб, к которому я добавил руткость. Так как Unreal Engine использует сантиметры, то и тут указываем сантиметры. После чего куб становится не один метр, а сто сантиметров. То есть, если раньше модель экспортировалась в метрах, после чего импортировалась в движок и скейл руткости был сто, то сейчас экспортнув модель в сантиметрах и импортнув ее в движок, скейл руткости будет сто. Сначала я не понял этого прикола, но потом обратил внимание, что в настройках экспорта есть поле, которое отвечает за единицу измерения. Меняем его и забираем куб блендера в Unreal Engine. Видим, что скейл руткости наконец-то становится равным единице. Но не забываем, что мы работаем с блендер, а это очень хитрый тип. Скейл руткости стал один, но как говорится, есть нюанс. Сам куб уменьшился в сто раз. Возможно, проблема опять же в моем паленом блендере. Ведь я посмотрел несколько видео по экспорту в движок, и ни в одном из них не поднимался данный вопрос. Получается, что это я делал что-то не так, раз у людей проблем с этим нет. Я же воспользовался старой страточкой из прошлого видео. Кривая, но рабочая. Если вы знаете, как кубометр с косточкой перенести в движок так, чтобы это оставался кубометр с косточкой и нормальным скейлом, то можете написать прямо по шагам. Может кому-то это будет полезно. Я же попробую получить плагин SendToUnreal. Работа в блендер на этом заканчивается, и время подвести итоги. Я переосмыслил некоторые моменты касательно блендер. И начнем с плюсов. Я ошибочно думал, что симметрайс работает только с целым мешем. Оказывается, что он может отражать и только выделенные полигоны. Это к вопросу об асимметричных моделях. И на этом с плюсами все. Совмещать полимоделирование и лепку не всегда удобно, так как при полимоделинге постоянно используются модификаторы, а инструменты лепки с ними не дружат. Например, есть полусфера с модификатором Mirror. В Edit Mode можно взаимодействовать как с левой стороной, так и с правой. В режиме лепки доступна только оригинальная сторона. В моем случае левая, правая игнорируется. Если применить модификатор, то инструменты лепки оживают. А вот симметрия в полимоделинге помирает. Деформировать можно, а вот изменять сетку нет. То есть экструд работать не будет. Придется вызывать симметрайз. В общем два стула. Это первый момент. Второй момент касается настроек. Я применил некоторые настройки экспорта и экспортировал этот несчастный куб. При попытке повторного экспорта все настройки остаются на месте. Однако стоит перезапустить блендер и все настройки экспорта слетают. А вот удаленные вкладки не возвращаются. То есть какие-то настройки сохраняются, а какие-то нет. Хочется, чтобы настройки экспорта сохранялись в файл, как и вкладки. И если подытожить, то в блендере нет какого-то единства. Что-то работает по одним правилам, что-то по другим. К этому всему добавляется экспорт и меняющиеся хаткей. В целом, если закрыть глаза на минусы, то у блендера останутся только плюсы. На этом с блендером все. В движке первым делом решил настроить материалы под селшединг. Создается отдельный материал с типом постпроцессинг. В нем получается текущий срендеренный кадр с кучей доступных каналов. И затем эти каналы можно рассматривать как текстуры и делать с ними все что угодно. К слову говоря, по документации префикс такого материала PPM. Меня смутило то, что сначала мы рендерим кадр условно с PBR материалами, а потом ухудшаем графику до мультяшной. Мои внутренние фиксики начали ругаться на оптимизацию. Поэтому я решил пойти другой дорожкой. И сделать через Unlead материал без постпроцессинга. У этого материала есть проблемы с тенями. Он может их создавать, но не проецирует их на себе. Материал получился довольно простой. Первый блок это входная текстура, которая указывается в инстансе материала. Второй блок это что-то типа обводки. Мягкая и жесткая. А третий блок это Directional Light. Настоящих теней у меня нет. Например тени, которую создает юбка на ногах. В каких-нибудь простеньких мобильных играх она наверное не нужна в пользу оптимизации. Да и вообще в играх главное не графика, а геймплей. Но если тень все-таки нужна, то это уже через постпроцессинг. На ютубе почти в каждом первом видео целшейдинг делается через постпроцессинг. С материалом покончено. Изначально я текстурировал сплошной заливкой и потом смешивал это с картой Ambient Occlusion. И соответственно мои текстуры были с некоторым градиентом. Когда везде жесткие переходы цветов, то градиент выглядит стрёмно. Ни рыба ни мясо. Поэтому я убрал схемы AO и у меня осталась сплошная заливка. После этого стало гораздо хуже. Поэтому я решил запечь AO, но немножко. Добавил к AO ноду Greater Than и готово. Мягкого перехода больше нет. Так как тут в основном заливка без деталей, то выглядит пустовато. Сделал еще темную версию, потому что на светлое некоторые детали сливаются. Оставалась проблема с тенями. Я не стал пытаться повторять реальные тени. Для этого есть постпроцессинг. А начал думать как это можно обыграть. Через образ тени можно допустим передать силу главного героя, эмоциональное состояние и так далее. Что касается технической части, то я взял декаль и подвязал ее к Directional Light с помощью простой иерархии. Декаль это что-то типа наклейки. Задается область и если в этой области есть объекты, то на них пытается спроецироваться декаль. В настройках декали указывается материал, а в материале можно делать все что угодно. Я взял две текстуры. Текстура тени, которую я по-быстрому нарисовал. И какая-то рандомная текстура воды. Начинаю двигать текстуру воды, после чего по полученному результату начинаю деформировать свою текстуру. Жесткие границы выглядят некрасиво, поэтому добавил градиенты сверху и снизу. Затем добавил цвет и готово. Я не попробовал анимирование, поэтому по-быстрому сделал Control Rig. Просто скидываем Control Rig на сцену, автоматически создастся лову секвенс. В нем будет храниться анимация. Ставим автокей и можно приступать. Попробовал набросать несколько черновых вариантов, чтобы составить впечатление. И анимирование тут максимально клишированное. Есть отдельное окно кривые секвенсора, которое подозрительно похоже на анимационную игра в сами знаете где. Даже есть эти самые лусы хрен попадешь. Ну а тут в них реально попасть. В целом никакой экзотики. Поэтому убивать два дня на старомодное анимирование мне уже не захотелось. Вот такой простенький проект получился в этот раз. Стилистика прикольная, но не в моих руках. Думал, что она простая. Однако если прикинуть объем работ, то геморроя будет не меньше, чем от PBR. А возможно и больше. Многое ложится на хендпейнт, который я не люблю. А еще анимацию. Ведь через анимацию нужно будет передавать характер персонажа. Так я не нашел ответ на главный вопрос, почему анимошных девок делают полигональным моделированием. Ведь по факту это выходит не быстрее, чем сделать блок-аут с аритопологией. А этот вариант гораздо проще. В общем странные люди эти анимошники.